Это, конечно, не реформа, но национализация приватбанка, это, наверное, было один из самых сложных вызовов за всю мою карьеру, как в частном секторе, так и в государственном секторе, потому что здесь сплелось все. Здесь сплелось и профессиональная проблема, как банк, как сделать переход собственности, при том, чтобы банк не развалился. А это происходит с банками мгновенно, то есть профессионально это был очень серьезный вызов. Добавим туда еще политическую компоненту, добавим то, что собственники влиятельные олигархи, добавим полный саботаж со стороны некоторых членов правительства. И получается, это было просто, ну, это был фактически, я понимаю, почему его избегали решения этой проблемы столько лет. Триллер, бюрократический триллер. А, кстати, твой прогноз, вот так быстро, Коломойскому удастся избежать ответственности за то, что государству пришлось столько денег вливать для спасения привата? Прогноз, ну, давай тогда спрогнозируем результаты выборов, потому что от этого много зависит. Напрямую зависит от результата выборов. Я думаю, что сейчас у Коломойского совершенно неплохие позиции для того, чтобы обеспечить себе, в принципе, защиту от каких-либо неприятностей. Но посмотрим, посмотрим. Не зря же все-таки часть дела, рассматривающая Словновский суд, которому политика, в принципе, украинская, там, не очень интересна. Они анализируют любую ситуацию с точки зрения британских законов. Но это непросто, скажем так, это непросто прогнозы давать, я бы даже не хотел говорить 50-50, просто я воздержусь.